Костя Бочаров, выступающий под псевдонимом Миловин, самый молодой участник национального отбора Евровидения. Своей харизмой и искренностью 19-летний Одессит смог завоевать себе путевку в финал, обойдя всеми известных артистов. В эксклюзивном интервью артист рассказал, откуда берет вдохновение, о своих кулинарных способностях и всеукраинском туре, в который отправится сразу после Евровидения. Миловин, спасибо, что пришел к нам, нашел время. Я поздравляю тебя в первую очередь с выходом в финал проведения 2017. Готовясь к полуфиналам, я пересмотрела, как и любые журналисты, я уверена, пересмотрели множество артистов, которые хотели принимать участие, собственно, принимают участие и попали в финал. Можно сказать честно, что третий полуфинал был одним из сильных. Ты уверен? Как ты считаешь? Я знаю, что третий полуфинал был очень сильный. Это все пока что, в чем я уверен. На самом деле были безумно сильные музыканты, и вот находиться на одной сцене с метрами шоу-бизнеса, это было очень круто, ну, это было волнительно, но я не ощущал себя ниже или как-то недооцененно. Мне было очень комфортно, очень комфортно работать с ними на сцене, и кто-то меня поздравил прямо на сцене с тем, что я прошел в финал. Кто это был? Грин Грей. Это был один из музыкантов Каднай. Но было очень приятно, очень приятно. У вас сложилась, скажем, с Каднайом такая история, прямо на сцене это все развивалось, потому что члены жюри выставили Каднай, поставили ему наибольший балл, а зрители выбрали тебя лучшим исполнителем, что очень приятно, и для меня было не удивление, потому что я считаю, что у тебя одна была из действительно самых сильных песен. Спасибо. У меня такой вопрос. Как тебе, ты сказал, что тебе было комфортно, но какое было у тебя чувство, когда ты понимал, что ты обошел заслуженного артиста Украины Виталия Козловского или легендарную группу? Только сейчас понял, что он заслуженный артист Украины. Опять же, я никого недооцениваю, не недооцениваю. Для меня это очень крутые музыканты, в первую очередь музыканты. У меня было большое желание быстро выйти оттуда и просто поблагодарить зрителя. У меня не было чувства, что вот я как будто обошел и прочее. Я об этом даже не успел подумать, наверное. Я просто очень переживал на сцене. Это было видно, у меня там уже все говорили, что у тебя какое-то такое лицо было странное камень. Да, я даже об этом хотела сказать. Это было очень волнительно, не страшно, волнительно. И все, что я хотел сделать на сцене, быстрее, чтобы все закончилось, я уже понял, что я уже сейчас могу поблагодарить зрителя. И, к сожалению, я не могу это делать со сцены, да, вот сразу со сцены. Поэтому момент волнения был, побыстрее бы сейчас все, вот сейчас вот все, и я выйду и скажу всем спасибо. Но еще не все. Ну да, но еще было в том, что там не все, вот еще финал. Но мы его добьем. Ты молодой артист. Как ты считаешь, откуда у тебя такая большая армия фанатов? Ну, это начало X-фактора еще. Уже там начала формироваться аудитория людей, которые всегда со мной, за меня. И как она сформировалась? Я тоже даже об этом не думаю. Все, что я делаю, это я пишу музыку, я ее отдаю. Я ее не продаю, а я ее вот именно отдаю, чтобы я тоже мог со мной разделить и почувствовать. Для меня это важнее всего, чем какая-то победа и прочее. Ну вот правда. Для меня важно показать то, вот с какой эмоцией я жил все это время. Вот год написания этой песни, она была написана именно вот год она писалась. Припев был написан год назад, куплет был написан до, кажется, до пяти дней до подачи заявки. Я это все делал в последний момент, и при этом должна была быть совсем другая песня. И песня должна была быть вообще не моя, не ее предложение. Очень хорошая песня, но в итоге я понял, что я хочу прийти с рассказом, который я могу понимать. Который я могу понимать, который может понять зритель, зная меня. Это песня ты написал сам? Да, я написал музыку я, текст написал в савторстве с моим другом Майком из Лея. То есть у нас было такое общее творчество. Музыка, да, весь мотив, все это все мое. Аранжировка? Нет, аранжировку тоже делал, делал тоже с своим другом. Но все это савторство, и это очень много было ночей, без сна, когда мы просто сидели на студии. И я кричал на всех, на себя, для того, чтобы что-то получилось очень хорошее. Есть такая информация, что во время третьего полуфинала присутствовал в зале Игорь Кондратюк. Да, да, был. Он тебя поддерживал? Да, поддерживал. Но Игорь никогда не встревал в развитие моей песни за кулисами на студии. За что всегда я говорю спасибо, потому что мне нужно делать все это самому. Не умею, я не умею, когда мне подсказывают что-то, потому что я перестаю чувствовать свою музыку. И для меня важно, чтобы никто, как это сказать, не входил в место, где я творю, где я делаю, создаю музыку. Потом, да, я могу показать, меня могут поправить, я могу прислушаться, что-то доделать, переделать. Но он услышал песню, когда она была же готова. То есть я ему ее сбросил, Игорь Васильевич, он сказал, что эта песня пройдет. Прованговал, и все-таки получилось, к чему я безумно, конечно, рад. И я не ожидал даже от комментариев жюри подобного рода, которые вот были. Что ты ожидал? Я не знал, что просто мне ты можешь понравиться. То есть все мысли, которые были у меня лично, это вряд ли понравится, вряд ли будет что-нибудь положительное. И услышать такой комментарий от Константина Меладзе и Андрея Данилко. Учитывая то, что Андрей Данилко это мой кумир, еще с самого-самого раннего, я знаю каждый монолог на память. И все, что поднимает настроение, это вот эти монологи. Ну правда, я всегда думал, надо подойти и как-то не вестить. А просто, ну это правда. Я на этих монологах вырастал, рос и приводил свое плохое настроение в порядок, за что ему просто низкий поклон. И поэтому, наверное, все на меня это влияет. Все. Когда я понимал, что мне сказали такие слова именно эти люди, я понимал, что я все делаю правильно. Значит, все не просто так, и не зря я год искал себя и не понимал, что мне нужно делать, что мне нужно писать. Откуда в тебе такая уверенность? Я иногда сам с этим вопросом, даже иногда спрашиваю у родителей. Вот, кажется, с тобой часть я не ожидала. Не знаю я откуда, откуда-то извне, наверное. Я всегда знаю, что все равно будет так, как я захочу. Это я не говорю, да, там, про деньги, про материальное что-то. Я просто уверен в успехе себя, своей команды. У меня есть просто очень сильная вера. Мне кажется, это мне надо родителей. Они очень сильно верили в свое будущее, потому что сами приехали из деревни. переехали в город, и они сделали все так, как многие могут мечтать. Сами поднялись, сами все сделали. И меня это очень сильно мотивирует. Я всегда вспоминаю это, думаю об этом. И понимаю, что я весь у родителей, и мне нужно делать то же самое. Тоже делать с нуля, самому подниматься, делать. И это приносит очень сильный кайф. Кайф от того, что ты делаешь. То есть ты уже не играешь самим собой, ты не фальшивишь. Ты делаешь то, что приносит тебе просто максимум эмоций. А что может быть лучше? Когда ты делаешь, что-то получаешь за это, и ты находишься счастливым человеком в этом всем. Ты в своей тарелке. Я не находил ни одного места, хотя пробовал. Я пробовал себе в режиссуре, в фотографиях. Я не находил место комфортнее, чем сцена, чем общение с публикой. А в режиссуре, фотографии это не сильно обратно делать. Ты можешь себя назвать творческим человеком? Конечно, во всем творческим. Даже в кулинарии творческие. Хорошо, давай все-таки вернемся к Евровидению. Ты сказал, что ты песню написал сам. О чем она? Что ты хочешь донести зрителю именно этой песне? Это песня о поиске музыканта. Это вот та песня, в которой рассказывается весь мой путь, путь любого музыканта, когда у него опускаются руки. Был такой период, когда после большого взлета на проекте ты оказываешься сам. Без команды, большая команда, которая работает над всеми твоими номерами, постановками, всем. И ты, и я. Я, по сути, потерялся. В музыке, во всем. Я 6 лет назад больше понимал, чего я хочу, нежели я понимал год назад. Я запутался во всем. Но выбраться с этого всего мне, конечно, помогли знакомые, близкие, родители. С этой всей неразберихи внутри. Но было страшно. Я очень боялся, что я просто прекращу заниматься музыкой. Это был самый ужасный момент. Ты как просто начинаешь отказываться от своего внутреннего я. Не хочешь, не будешь. Каждый пытается на тебя как-то повлиять. Сказать, что тебе нужно писать, как тебя должны видеть зрители. То есть, по сути, все знают, каким должен быть ты. А я сидел и понимал, таким я быть не хочу. И в итоге я нашел того, вот того самого Мелавина, которого я видел 6 лет назад. И я безумно счастлив. Я наконец-то могу показать свой проект, который вынашивал все это время. Потому что на первом проекте, на X-Factor, я не мог этого сделать. Я не мог не выйти с псевдонимом, с сценическим именем, для которого оно для меня очень важно. Я не мог сделать ничего от того, что я лично хотел. А сейчас могу. И вот это счастье большое. Почему Мелавин? Мелавин, я всегда пытаюсь как-то так по-разному рассказать. Одну мысль, но по-разному преподнести. Мелавин, нет у него объяснения. Это слово, мое имя, наверное, которое оно выбрало меня, а не наоборот. А не я его. Но вообще я сидел за ноутбуком, я очень люблю фотошоп, фотографии. И я очень долго, целую ночь, я сидел и просто водил имена. У меня была такая детская мысль, а как бы я назвал вот артиста? Я писал очень много слов. Перебирал, я вписывал дизайнеров, McQueen, Хэллоуин. Я все пробовал смешивать, переставлять буквы и получился Мелавин. И когда я увидел эту надпись на экране, капслоком, так брендово, красивенько, я понял, что все. Я, в принципе, нашел 6 лет назад имя, с которым я буду работать дальше. Но у меня не было ни одного дня, когда я сомневался в этом имени. То есть, когда мои знакомые говорили, вот ты точно уверен, что вот именно это имя может дать тебе успех, и ты сможешь сделать это имя успешным. Я сказал, да, вот потом посмотрите и сделал. Интересно, ты впервые с ним появился на Евровидении? Да, на Евровидении, да. И вот именно вот публично, да. Мои фанаты, вот вся фан-база, она знала, что у меня есть псевдоним, есть Мелавин. Но многие не знают, в том числе, например, я не знала. Но это нельзя было каким-то образом вынести, потому что это Костя Бочаров, это X-фактор, тебя так знают, это хорошо, но ты не сделал то, что ты хочешь. То, что ты хотел шесть лет назад, ты никак не мог это развить больше, чем об этом знают просто твои подгонники, самые такие крепкие с тобой в отношении, и твои друзья, и твои знакомые. И какое это счастье, когда ты выходишь на проект со своим именем, и когда ты, по сути, несешь уже, не знаю, нутро, себя, музыку, вот все в целостности. Поэтому комментарий к Константине Маладзе по поводу целостности номера, образа для меня было просто как, просто вау, у меня сразу крылья распустились, я готов работать дальше. А зачем тебе Евровидение? Евровидение тоже должно быть вопросом, потому что... Это ответственный конкурс. Да, да. В первую очередь это перед страной. Изначально я не хотел участвовать вообще, после X-фактора. Я не хотел больше проектов, я хотел как-то идти в свое плавание, но в итоге я в этом всем потерялся, потому что, ну, в силу того же возраста, опыта и прочее. Когда появилась песня, когда я понял, что я готов, я готов представить перед зрителем так, как я это очень сильно хочу, я понял, что это очень большая заявка нового меня. Я понимал, что больше никакого шанса подобного быть не может. Ну, подобного вопроса у нас нет такого, чтобы можно было вот выйти новым. И это очень большой шанс, очень большой шанс показать себя настоящего. Не того, каким тебя хотят видеть, да, а тем, кем я себя вижу, в первую очередь. Для меня это важнее, не передавать саму себя. Когда ты подавал заявку на Евровение, естественно, Константин Меладзе видел твою песню, слушал ее. Что он тогда тебе сказал, помнишь? Я вам ничего не говорил, мы подавали просто онлайн заявку. И также пытались сразу заявку лично Меладзе. Нам просто пришел ответ, кажется, на телефон или куда-то. Я куда-то ехал в это время. Кажется, в Харьков, в гости. И пришло сообщение, да, в Интерсити я ехал, пришло сообщение, что мы проходим в полуфинал оббора, и я там пищал в этом поезде, на меня все обращали внимание. Но это было вот то, это было то счастье, когда ты не зря этот год не знал, куда, где себя деть, и ты все-таки сделал что-то. И, то есть, по сути, твоя работа хоть как-то оценена. Это всегда приятно для музыканта, для любого человека. Ты следил вообще за этим конкурсом? Да, следил, следил. И за прошлым годом, и за этим годом, и за позапрошлым годом. я всегда пытаюсь следить за тем, что у нас происходит. Для меня это тоже очень важно понимать, что мы делаем, что делает Украина, какие проекты делаются, какие артисты новые появляются. И следил. У меня, знаешь, я когда готовилась к нашему интервью, я смотрела, пересматривала прошлый год Евровидение, финал, и я не хочу тебя сейчас сравнивать, но просто мне тогда, может, вспомнишь после интервью, если сейчас не помнишь, певец из Швеции, Франс, он молодой, безумно молодой, талантливый парень, который вышел на сцену, спел и покорил зрителя. Он понимал, я уверена, что он понимал, что он не выиграет второй раз конкурс подряд, но он действительно покорил зрителя своей харизмой, и вот то, что он такой молодой и простой парень своей песней. Песня может быть чем-то схожа с твоей песней. Опять-таки я не буду сравнивать, потому что я не знаю, но мне так показалось. Ты не считаешь, что зритель выбрал тебя, потому что ты молодой, талантливый, и самое главное, ты был искренний на сцене? Может быть. Ну, я просто не могу отвечать за зрителя, может быть, и это не может меня не радовать. Это отнимает у меня сон. Я все равно из этого переживаю, потому что это очень приятно. Это то же самое, наверное, как получить какой-то подарок. Я не знаю, как вы, но я от подарка потом две ночи, может, тоже не сплю, и думаю, боже, какой же подарок, какой же подарок красивый. Вот поэтому для меня это было то же самое. То есть ночь после эфира я не спал. Я заснул только уже на утро в понимании, что надо засыпать, потому что я уже схожу с ума. Хорошо. Давай поговорим с тобой о сценическом твоем образе. Меловин, ты рассказал, как это создалось, кто придумывал твой образ, сам ли ты это сделал, и почему ты носишь линзу именно на левом глазу? Изначально весь образ придумал я. Именно 6 лет назад появилась линза, она была черная, то есть линза, с которой я перешел на X-фактор. Почему? Я не знаю никогда почему, я никогда не задусь вопросом. У меня есть больше всего желание сделать что-то интересное. Я захотел, я сделал. Я захотел покраситься, я перекрасился. То есть это не значит, что это мой постоянный образ, и завтра я буду тоже черно-белым. У меня всегда желание быть разным. Я не знаю, с чем это связано, но, наверное, с театрами школы. Я окончил театрами школы, и поэтому для меня линза, волосы, это такое, знаете, повседневное. Ты обдумывала это, или ты просто вот, я решил все, я буду... Нет, я помню, что это будет ярко не только для евроидения, а вообще для меня нового. То есть у меня был чисто белый цвет волос, я хотел что-нибудь поменять, вроде бы не так кардинально, но просто добавить какое-то черное пятно в себе, не знаю, в своем образе, чтобы это было как-то немножко по-другому. Почему черное, а не белое? Потому что уже было белое, у меня шлифтак белое было. Понятно. Поэтому я решил ляпнуть чего-нибудь черненького. Вот. Но у меня идеи образа приходят каждый день. Я что записываю, рисую, зарисовываю, мы обсуждаем это с моим менеджером, с командой. У нас рождается все вот в этом сотворчестве, не знаю. И это очень круто, когда вы сидите там на кухне, обсуждаете, пьете чай, и просто приходят идеи, которые вы записываете. постановка, то есть даже та же идея постановка на евро. Я знаю, что ты работаешь без продюсера. Да. Почему? Ты не хочешь с ними работать? Либо ты не нашел его, либо ты хочешь создавать себя сам. Ну, начнем с того, что продюсеры, на самом деле, это не самое ужасное существо и прочее. Есть очень крутые продюсеры. Наверное, я просто такого еще не нашел. Во-вторых, очень тяжелый человек, который будет видеть так же, как ты видишь. Опять же, я не хочу предавать самого себя. Для меня легче пока работать самому, делать то, что я хочу, и найти того человека, который может поверить в то, что я делаю. Не наоборот. Очень часто бывает же картина, когда вот талантливый музыкант, а потом его переделывают, он становится, возможно, еще ярче и крашен, но он начинает не любить и ненавидеть самого себя. Я такого не хочу. Я хочу делать какой-то свой проект, свой контент, не знаю, создавать, что-нибудь свое, то, чем я живу. А потом, а потом будет видно, я думаю. Где ты берешь вдохновение? От фанов. Самое большое вдохновение от фанов. Потому что, пересматривая те видео, которые они мне присылают, пишут письма рукой, от руки. И все эти вещи, они дают очень хороший такой пинок. Очень хороший пинок. Даже вот за неделю до прямого эфира я видел видео, где ребята просто печатали объявления, большие плакаты и просто бешили по всем городам. И я не знаю, у кого есть такая поддержка, но эта поддержка делает меня в тысячу раз сильнее, чем вчера. В тысячу раз. И каждое подобное, подобные сообщения, подобные письма, их любовь, любовь на концерте, она абсолютно взаимная, она честная, искренняя, потому что я не могу быть нечестным с зрителем. Даже фразы, когда вот, почему ты не будешь собой, почему ты снимешь линзы, почему ты не прекратишь волосы. Наверное, потому что я буду фальшивым. Потому что это буду уже не я. Конечно, я дома не хожу, там, линзы и прочее. Это комфорт, это удобство. Для меня сцена, это место, площадка, где я могу играть, но не фальшиво играть, а играть самого себя, украшать, преукрашать, делать это ярко и создавать людям настроение, эмоцию передавать какую-то. Для меня вот самое важное, это обмен этой энергетикой на концерте. А хобби у тебя есть? Да. Велосипед, кулинария, плавание, но больше всего кулинария. Серьезно? А что ты готовишь? На самом деле, я готовлюсь за все по-разному. Раньше я как-то оставлял какие-то коронные блюда для себя и для семьи, но сейчас я люблю делать что-то новое. Например? Постоянно. Ну что, чаще всего я готовлю постоянно курицу. Ну вот чаще всего, потому что я просто люблю курицу. И поэтому любите, не любите, но будете вы ее есть, потому что больше я готовить ничего не буду. Шучу. Чаще всего курица. А так это, я делал как-то и роллы, и водку запекал, и пироги пек. Это все для семьи, сугубо для семьи. Я не люблю готовить для себя, например. То, что я готовлю, я, пока я-то готовлю, я запахами этими наедаюсь. И просто я уже говорю, ребят, давайте, вот, пожалуйста, кушайте. Оцениваю? Да, да, конечно. Но я вот, ну, я сам могу сказать, что я неплохо готовлю. Это вкусно. Выбросить это не надо, выбрасывать. Это правда вкусно. И это от мамы все. Мама очень вкусно готовит. Я просто в детстве наблюдал, наблюдал за этим и что-то пытался делать. Как рождаются твои песни? Песни от эмоций. Не важно, какое. Хорошие, плохие. Зачто и плохие. Я не знаю, чего, но не всегда плохая эмоция, это значит, плохая эмоция. У людей плохие эмоции рождают великие вещи. Великие вещи. И картины, и песни, и стихотворения, и музыку. Я не исключение. Все рождается от эмоций, сожжется фортепиано ночью и до утра. Просто просиживаю до утра и за этот вечер может быть написано 5 песен, 6 мотивов, 6 стихов. То есть не факт, что завтра я это все выпущу. Есть вещи, которые я понимаю, и нет, это я для себя, это мне нужно было для того, чтобы я просто высказался, но это я никогда не вынесу на показ, потому что это вот прям совсем лично. А есть вещи, когда я могу это вынес на показ, дать послушать, когда я считаю, что я хочу поделиться с кем-то. Есть же моменты, когда мы не хотим делиться, когда хотим делиться. Это то же самое с музыкой происходит. Написано очень много вещей, но какие именно услышать зрители, вот это для меня даже сама загадка иногда остается. Ты пишешь только для себя, либо возможно у тебя были мысли о том, как вы должны писать, если вы хотите. Нет, я писал песни для других исполнителей. Какую? Не скажу, секрет, просто писал. Но я не сильно люблю это делать. Не сильно, то есть, как бы, да, это является и заработком тоже написание песен для кого-то, но, когда я слышу, как они поют эту песню, я хочу у них ее забрать. потому что не споют они так, как она была написана. То есть, ты отдал другому человеку свои эмоции, а он их начинает пародировать, копировать, как-то сэмплировать. Я не знаю, как можно подобрать синоним к этому всему, но делать их фальширями под себя. Но это как-то так происходит странно, и я поэтому не пишу песни никому. Ну, хорошо, а дуэт, может быть, с кем-то хотел бы записать? Хотел бы. С кем? У меня есть один украинский исполнитель, которого просто я обожаю, это Piano Boy. Да, я просто пел песню ему на X-Factor, и эта песня принесла мне все-таки очень, очень, очень много всего хорошего. И этого исполнителя я слушаю очень давно, и все, что он делает на концерте, я обожаю. Поэтому, да, это вот пока что единственный исполнитель, с которым я хотел бы, может, не спеть, но я хотел бы с ним поработать. Очень хочу поработать. Кроме него еще кто-то есть? Возможно, зарубежный. Зарубежный, конечно, есть. Есть Редигага, который мне еще очень далеко, но рано или поздно мы все равно придем к этому. Я безумно в это верю. Интересно. Хорошо, давай все-таки вернемся к Евровидению. Впереди финал. Осталось совсем мало. Ты следил за своими конкурентами? За музыкантами следил, за конкурентами нет. Ты их не хочешь назвать конкурентами. Это твои коллеги, хорошо. Да, это коллеги. У меня понятия конкуренции нет, как я всегда рассказывал, потому что я одессит. Потому что мама с папой учили видеть главную конкурент в зеркале не из-за высокомерности, а просто из-за желания быть лучше, чем ты был вчера. Это все, что я преследую всегда. Быть лучше, не круче, а быть усовершенствованным каким-то. Не знаю. Да, лучше, чем вчера быть. Поэтому я следил, смотрел все, что они делают, все, что они пишут. Почему у меня было трепетно находиться? Потому что это правда хорошие музыканты. Это прекрасные музыканты. Кого можешь выделить? Выделить Вивьен Морд, с которыми я был в гримерке, мы ходили с ними. Мне безумно понравилась музыка как одна. Безумно понравилась. Поэтому мне с какой-то стороны было обидно. Очень обидно, что ребята не прошли. Очень обидно и очень искренне я сидел и переживал за кулисами, что эта музыка тоже должна была попасть в финал. Вы выходили, кстати? Нет. Я не знаю, какого кто отношения ко мне, но меня никогда не меняется даже при плохом отношении ко мне. Для меня это музыканты. Они очень талантливые ребята. Что Вивьен Морд, что Каднай и там еще есть музыканты. Просто это два для меня участника, у которых я просто у меня ходили мурашки. От финалистов? У вас сформировалась уже шестерка. Что можешь сказать? Ну, у нас в этой нашей шестерке есть тоже одессит. Так как я тоже одессит, я все-таки не могу быть очень далек от этого исполнителя, от рождена. оторвают. Я не знаю, но вот вся музыка, которая сейчас у нас есть, ну, это правда очень круто. Мне нравится то, что в Украине пробуют, экспериментируют, не боятся. И у нас зритель настроен услышать уже что-то новое. Это то, что не может меня не радовать. То есть есть участники, которые вот не прошли, которые были в предыдущем отборе, другие, совсем другие. И опять же, безумно приятно, что люди у нас уже готовы, если не пропустить дальше, это хотя бы услышать и попробовать узнать человека. Боже, это интересно музыканты, почему же я о них не слышал, не слышал раньше. Это очень круто. Ну, все же, кого можешь, кроме рождена, например, еще? Таяну ты слышал? Таяну мне нравится, да. Нравится? Нравится, конечно. А Илария? Илария, наверное, тоже. Я не знаю. У меня предпочтения, это были... Какие у тебя ощущения перед финалом? Что у тебя внутри, в душе? Что ты чувствуешь? Спокойствие. Спокойствие. И такого, честно признаться, не было давно. Я спокоен, потому что я знаю, что я хочу сделать. Я знаю, что будет на сцене, я знаю, что я хочу показать, я знаю, что я хочу делать лучше, чем было до этого. Наверное, поэтому я спокоен. Конечно, есть какой-то трепет, волнение легкое, как любого музыканта, я человек, выходящего на сцену публично. Но это большее спокойствие. Ты себя критиковал после своего возраста? Я всегда себя критикую. Больше всех. И иногда, честно, как говорят, моя команда, что больше, чем надо. И иногда начинаю себя давить этим всем. Но поэтому, слава богу, что есть вот эта команда моя, которую я собирал очень долго, которые мне просто могут немножко встряхнуть, сказать, эй, подожди, ну нормально же все было. Да, есть какие-то нюансы, которые можно исправить, но для этого ты человек, ты можешь что-то исправить, ты в состоянии это сделать. Поэтому, спокойствие. Хорошо, вернемся к Евровидению. А чем ты готов удивить Европу? Я музыкой. Музыкой и собой. Больше ничем. Я считаю, что людей уже мало чем можно удивить, кроме честности и искренности. это в музыке и во мне в данный момент присутствует. Вот этим я хочу и поделиться. Когда ты, ну ты понимаешь, что Евровидение, мы уже говорили с тобой, это ответственный конкурс, и он будет проходить у нас в Киеве, ты готов сломать стереотипы и попытаться выиграть второй раз подряд этот конкурс? Я очень долго об этом думал. Мне так хочется, чтобы это было еще раз и сломать стереотипы. Я так люблю ломать стереотипы, что, честно, я бы приложил очень много усилий для того, чтобы это повторилось. Я очень хочу быть человеком, который может сломать это. Очень хочется в это верить и хотелось бы. Готов. У меня для тебя таких три блиц-вопроса, чтобы ты на них ответил быстро. Евровидение это политический конкурс, да, или нет? Нет. Хорошо. Евровидение для вас это возможность продолжить? Возможность показать музыку большему количеству людей. За кого ты бы отдал свой голос, если бы не был участником Евровидения? К одной. А в финале? За кого? За кадрами. Хорошо. Так сложилось, что на сегодня статусность артиста определяется количеством концертов, проданными билетами и, собственно говоря, армии фанатов. Что для тебя статусность? Любовь зрителя. Больше ничего. Ни деньги, ни статусность концертов. Любовь зрителя. В принципе, от этого вырастают и концерты, и все остальное. Как завоевать эту любовь зрителя? Честностью. Честность, искренность, и любовь к музыке. Все. Хорошо. Если бы у тебя отключился микрофон, что бы ты делал? Продолжил петь. У меня такое уже было. Да? Просто продолжал петь. Когда это такое было лутина, Карла Лейкумена, продолжила петь. Я делал это очень громко. Да. Где у тебя это произошло? На концерте. На своем концерте. Да. Это самый, наверное, момент, когда, знаете, когда ты идешь-идешь и падаешь в мисток. Какой-то там бордючий такой. Вот то же самое. Сердце просто останавливается от этого. Но он не растерялся, продолжил. Есть зритель, есть я. Сломалось, ничего страшного. как-то ярко танцевать или еще что-то, не знаю. Нет, мне кажется, я бы начал просто дальше себе петь. Окей. Ты поменишь как-то поменять свой номер в финале? Да, я это делаю. Ты можешь так быстро не отвечать. Ну да, я это делаю. Хорошо, ты быстро отвечаешь, я бы не поняла. Твои родители тебя поддерживают? Да, поддерживают во всем. Кроме родителей. Все мои родные. Мой папа делал для меня декорации. в свое время и сейчас он делает кое-какую декорацию для Евровидения, для финала. Они безумно меня поддерживают и я всегда желаю каждому музыканту, именно музыканту, таких родителей, потому что очень часто они поддерживают и хотят направить в другое русло, работать и прочее. И не только музыкантов на самом деле. Поэтому всегда хочется сказать любым родителям, родители, любите детей и помогайте им. А ты и вот, кстати, вопрос у меня возник. Ты со своим сценическим образом с кем-то советовался? Либо вот все же ты так сказал, так будет и вот так. Я советовался с первым человеком, который появился в моей команде. Это мой менеджер Артем. И все изначально было создано вместе с ним. Все. И название Big House Меллоин команды и название моего сценического имени мы все придумали вместе. И линзу и все то, что мы дальше планируем. Это все придумывается вместе. Где тебя можно будет увидеть в этом году? На каких концертах? Я уже просто планирую сделать украинский тур. Это то, чего я безумно сильно хочу сделать после Евровидения. Я просто соскучился за концертами. Я скучился за сценой. Я сделаю все для того, чтобы меня видели на концертах чаще. как можно чаще. Это глоток воздуха для меня лично. Из-за того, что я не понимаю, что я могу делать еще кроме этого, я хочу быть больше на сцене. Больше отдаваться и уставать от сцены. Какие-то известные артисты либо продюсеры после Евровидения тебе что-то говорили? Может, вы звонили? Может, что-то предлагали? У меня была просто безумная поддержка от продюсера Алексеева в Фейсбуке. Мне было безумно приятно. И слова этого человека мне просто немножко давали возможность эмоционально подняться. Очень многие там налетели и мне очень приятно, что за меня заступились. И заступился такой человек. Ты не боишься, что такой ажиотаж к твоей персоне может вызвать у тебя звездную болезнь? Нет, была звездная болезнь. Я признаюсь в этом, конечно. Ничего страшного в этом нет. я имею в виду в основном факте этого. Главное, переборешь ты ее или нет. Переборол, слава богу, есть родные люди, которые видят это и помогают себе это сделать. И самое главное, эти люди понимают, что это нормально, это должно случиться. и это очень большой шаг к чему-то высокому. Мне кажется, каждый должен пройти через это обязательно, иначе рано или поздно это случится и тогда ничего ты не сделаешь с собой, не сможешь ничего отменять. А так, я это внимание люблю, хочу. Ну смотри, мы понимаем, что все-таки один человек поедет на Евровидение, потому что какая-то группа не знаю, уже один человек. Что будешь делать после Евровидения? Тур. Тур. Ты уже как-то его запланировал? Нет, мы планируем сейчас и города, и прочее, где я хочу побывать, и мы сейчас работаем над моим дебютным альбомом, потому что песня Вандер стала лицей главного альбома. Клип посмотрим. Пожелаешь что-то своим болельщикам, не знаю, армии, своим фанатам? Все, что я хочу пожелать, это быть честным по отношению к себе. И правда, большое спасибо каждому, кто за меня голосует, поддерживает, следит за мной и обменивает за мной той самой энергией, которая мне очень важна, именно от вас. Я очень нуждаюсь в вашей поддержке, нуждаюсь в вас, в вашей любви, и просто спасибо, что вы находитесь рядом со мной. Любите друг друга. Спасибо тебе большое. Желаем тебе удачи и надеемся, что выберу тебя. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok